Девушки отдыхают И что, наверное, продолжим? Да, готовы все? Я хотела бы немножко уточнить, а то тут вышла небольшая путаница. Дело в том, что Покровский питомник, он ваш питерский родной питомник, а я у них приглашенный московский эксперт. Так что у меня такая сегодня ария московского гостя. Вот. Следующий, это уже целый вид, скажем так, мы закончили с ругозами. Роза колючейшая, или роза бедренцево-листная, или роза тонконожковая, или роза пимпинилифолия. Это все о ней. В принципе, мы все ее знаем как вот белый шиповник, простой белый шиповник. Этой розы, значит, существовало два, скажем так, две разновидности. Более розовые и более-таки красноватые сорта. Она растет по всей территории, от Европы до, скажем так, до Дальнего Востока, в Китай. В горы поднимается очень неприхотливая роза. Наша родная, российская, то, что к нам попало, до недавнего времени у нас везде была, белая, слегка желтоватая, это роза алтайская, как правило. Европейские клоны имеют розоватые и красноватые сорта. Еще эту розу называют роза шотландская. Это, кстати, вот в наших родных пенатах в Подмосковье. Это прекрасно совершенно формирует живые изгороди. Честно говоря, когда она в цвету, там листвы не видно, когда роза колючейшая цветет, листвы не видно. В основном это просто вот одни цветы. Запах все жжет, все пахнет, очень красиво. И когда все это цветет, девушек отвезти от этого дело невозможно. Называют ее роза колючейшая или роза шотландская. Особенно в европейских странах достаточно часто роза шотландская, потому что селекцией этой розы занялись в конце 18 века шотландцы. То есть где-то на середину, на 30-е годы 19 века существовало порядка 300 сортов. Она была очень популярна, поскольку очень неприхотлива, довольно симпатична. Совершенно беспроблемно, но цветет, основная масса сортов розы колючей цветет только один раз. Хотя есть сорта, которые цветут и дважды в год, мы о них поговорим. В наших условиях практически все сорта розы колючей, это абсолютно зимостойкие сорта. Она еще более неприхотлива, чем ругоза. То есть она может жить спокойно чуть ли не на песке, на любой бедной почве. Многие сорта выдерживают полутень и замечательно зимует. Единственное, что ее селекция как раз в 30-е годы 19 века практически и закончилась. Массовая селекция розы колючей. Наш атланцик уже практически и закончилась. То есть те сорта, которые появляются сейчас, периодически всплывают, то там, то здесь, это либо, как правило, старые найденные сорта, либо очень редко какие-то отдельные энтузиасты вдруг выводят на основе розы колючей. Один из старых сортов, очень красивый, Old Yellow, это желтая, абсолютно желтая роза. То есть на момент распуска она достаточно ярко-желтая. Ну, причем ярко-желтая, потом мы увидим розу вонючую или розу фетиду, которая вот ядрено-желтая, если кто видел, вот колючие розки, прям ядрено-ядрено-желтого цвета. Old Yellow поспокойнее, спокойный такой светло-желтый цвет, быстро выгорает, но общий оттенок желтоватости он остается. Кусты вы видите просто форма, она такой широкий фонтан, прямостоячий относительно. Еще одна из старушек, никто не знает ее происхождение, это Single Cherry или второе Red Nelly, можно встретить ее под этим именем, невысокая роза колючая, она где-то метр максимум, метра-полтора, простой цветочек, темно-такого малиного цвета, фонтаннообразная тоже форма куста. Роза колючая, как понимаете, что это тоже весьма колючие розы. У нее, конечно, они не такие зубастые, не такие большие колючки, как на Ругозе, но мелкие колючки, но их очень много. Она же Single Cherry Red Nelly, это, кстати, снимок в Рундульском дворце. В дворце мы в это время ездили смотреть, вот тоже с Покровским цветовником, в этом прошлом году, в 18-м ездили смотреть в Рододендроны, и заодно заехали в Рундуль. Там практически ничего не цвело, но цвели как раз колючие, самые ранние, это был конец мая. Ну вот все, конечно, стекались туда, там все фотосессии, все селфи, все на фоне колючих роз, потому что зрелище, конечно, потрясающее. Единственное, что цветут они, вот это такой всплеск цвета, но не очень долго, там две недели тоже в зависимости от погоды, плюс-минус туда. Ну, оно того стоит даже, если цветет это совсем недолго. Это еще один старинный сорт Вильям 4, я надеюсь, он скоро у нас появится, еще не самый распространенный, но думаю, что скоро появится. Очень красиво, он уходит в сиреневу, пушистый, и такой высокий, сорт высокий, это выше полутора метров. Вот эта роза есть в покровском питомнике, редкий, кстати, сорт, Кайрулеа, что значит голубая, соответственно, и оттенок, она уходит не то чтобы голубая, но такой сиренево-голубоватый цвет, махровая роза, и метра полтора, наверное, прям стоячий у него кустик, неправильно. Еще одна из старинных тоже сортов, Вильгельм 3 на сей раз, он полумахровый, такой вот с глазком белым, ярко-малиновый, с белым глазком, тоже довольно любопытный. В принципе, практически все, скажем так, колючие, болячки, это не про них, то есть это, в общем-то, абсолютно такие здоровые розы. Одна из старинных, но повторно цветущих становил Перпетал. Красивый цветок, достаточно крупный, с пуговкой, не всегда может быть, если не приложить руку приятной формы куста, то есть если старые кусты, которые растут без ухода, без обрезки, без всего, это, в общем-то, голенастые кусты, такие немножко нескладные. Резать лучше, поскольку это однократно цветущие розы, сразу, моментально, вот после цветения, то есть она отцвела, ее сразу надо обрезать, если вы хотите держать какую-то форму, и в отличие от руго, с которых можно посадить практически на пень, эти розы сильно лучше не резать. То есть это, ну, максимум одна треть этого куста, для того, чтобы только они держали относительно красивую форму. Станвил Перпетал, видимо, за счет своих, скажем так, повторно цветущих, это плата за то, что он не абсолютно зимостойкий сорт в наших условиях. Молодые кусты могут обмерзать, и им довольно прилично. То есть ему надо дать время повзрослеть. И, может быть, первый, если климат у вас, микроклимат участка не очень хорош, первые 2-3 года укрывать, то есть он должен укорениться. Так его на самотек совсем уж пускать нельзя. Но с возрастом он становится крепче, он укореняется, и, в общем-то, ведет себя вполне достойно. Станвил Перпетал, он немножко с розоватым у него, таким напылением, с розоватым румясом. Есть современный спорт, его, Паула Вапель, тоже повторно цветущая, абсолютно чисто белая. Не знаю, как ведет, честно говоря, сорт практически у нас, по-моему, его особо не встретишь. Возможно, что ситуация такая же, как со Станвилом, что его надо первое время просто немножко поберечь, чтобы оно успело укорениться. И еще один тоже Иван Луэт, это бельгийский бридер, скажем, такой полупрофессионал. Еще один повторный сорт, повторно цветущий сорт Монами Клэр. Вот этот сорт в моих условиях абсолютно устойчивый, то есть она не обмерзает вот с самого начала, но она попроще, то есть цветочки розового цвета, такого нежно-розового цвета, абсолютный такой дичок по внешнему виду, но вполне симпатичный, то есть она уходит на самом деле под снег с цветами. Все вообще цветет практически нон-стоп. Единственная проблема с ней может быть, что иногда молодой рост обгоняет, перерастает вот эти все завязывающиеся бутоны, и она как бы закрывает, и все цветочки получаются немножко в глубине куста, но в принципе это не так страшно. Есть два очень популярных финских сорта, никто не знает, когда они появились, что это такое, это Йоханнес Морсен и Йоханнес Руссу. Йоханнес Руссу – полумахровый высокий сорт, белые крупные цветы, вот, и Йоханнес Морсен, он с розовинкой. Кстати, в селекции колючей розы в середине 19 века занимался ведущий садовник царско-сейского питомника Карл Фрейндлих. И в те годы он вывел 8 сортов. Это 1861 год, по-моему, в журнале опубликовал статью, 8 сортов было им выведено. Розы колючьи, часть из них была, к сожалению, все сорта утеряны, но по названиям видно, что часть из них была, допустим, розового оттенка, там видно, как это самое, Корне, это значит, она розовая или косноватая, Пульчелла красивенькая. Возможно, что вот Йоханнес Морсен и Йоханнес Руссу – как раз это что-то из сортов Фрейндлиха. Кто знает, никто не знает, в общем, откуда они взялись в Финляндии и стали так популярны, но все может быть. Возможно, когда-нибудь история приоткроет нам эту загадку. Вот как ни удивительно, вот я не знаю, если вот здесь вот видно, вот здесь в дизайне, опять же таки, вот это Йоханнес Морсен. Ее стригут, и она не очень высокая, хотя Морсен может до 2 метров совершенно спокойно брать. Единственное, что здесь она на склоне, то есть она чуть ниже этой тропинки расположена, и очень приличная тень, но при этом она очень достойно и очень хорошо себя ведет. Хотя полива там нет, это только естественный полив и дает свой цвет в таких, скажем так, непростых условиях. Еще один финский сорт с названием Папула. Нет никого из Выборга. Ну, Папула – это район Выборга, тоже любопытная история. Это невысокий сорт, кстати, достаточно компактный, красивый. В Выборге есть район Папула, и когда-то там находилась усадьба семейства Цейдлеров. Это преподаватель, директор школы Бема для мальчиков в Выборге. Дочь последнего, там, германа дореволюционного Цейдлера вышла замуж за финна Эрика Салла, и вот они сохранили этот сорт. Как он попал к Цейдлерам, тоже загадка. Возможно, это какой-то старый немецкий сорт, который они привезли. Цейдлеры сами приехали с Пруссию в Выборг. Возможно, они привезли его оттуда. Может быть, это, опять же, какой-то из сортов, скажем так, Фрейдлиха. История об этом умельчивает, но сорт распространен в Финляндии и получил название по той усадьбе, откуда его привезли, Папула. Не надо укрепить? Нет, не надо. Это абсолютно зимостойкие сорта. Реточку можно срезать, пойдет? В Финляндии? Можно срезать, пойдет. Пойдет тоже со скрипом. Черенки укореняются тяжело, но когда она укоренится, весь ваш сад будет в этой розе. Вот они ползут просто по-черному. Как правило, все колючейшие, то есть ее совершенно невозможно остановить. Особенно там мы найдем канадские сорта, да, на лаксе. Те ползут просто вот ужас-ужас. Поэтому лучше иметь это самое, привитой. А все равно со временем уйдет, там замочишься с горшком, а потом горшки все-таки, они не очень комфортно себя чувствуют, когда ей некуда эти самые корни одевать. Ну и черенки идут медленно, то есть вот начинают развиваться, и идут. Одна из причин, почему их еще всех на самом деле прививают, потому что они очень медленно развиваются. На своих корнях первые лет 10, наверное, будут идти тяжело. Вот. На прививке она идет, допустим, тяжелее, но первые 2-3 года, потом она все-таки расходится. Еще один финский сорт, Рускела. Вот, кстати, в Покровском притомнике она есть. В общем-то, достаточно высокий сорт, но любопытный. Вот у этого просто сорта есть проблема. То есть молодые кусты могут мущества росу хватать. То есть если сажаете Рускела, приготовьтесь, что возможно, вам придется ее обрабатывать. Вот единственная, скажем, фирма, которая занималась, пожалуй, в таком более-менее научном, варианте селекции роз на основе розы колючища, это Кордос. Реймер Кордос в середине 50-х годов, ну, это самое, нет, не Реймер, это, наверное, Вильгельм был еще. Второй. Да, второй. Реймер, это рубогенозой занимался. Да, это, значит, Вильгельм II вывел целую серию сортов на основе розы колючей, все они, большая часть из них имеет приставку, вот это, начало, фрюлингс. Фрюлингс, это, значит, весна, там, весеннее утро, весенний аромат, весеннее золото, весенний снег. К сожалению, основная масса из них, ну, зимуют они более-менее прилично все, все зависит от того, насколько, скажем так, суровая зима. В условиях Подмосковья, фрюлингс-морган у нас зимует более-менее устойчиво, но если зима будет плохая и он обмерзнет, то цветение, как правило, можно потерять. Хотя я наблюдаю в наших краях, там, за заборном варианте фрюлингс-дуфт, растет. Да, он еще очень ароматный. В общем-то, цветет практически каждый год, и он, кстати, может повторить. Любопытный цветок, может быть, не самой радостной окраски, она такая вот странная, желтоватая, коричневатая, как правило, полумахровая, в зависимости от того, в каких условиях растет, но как одна из неприхотливых роз, можно принять во внимание фрюлингс-дуфт. Вот как раз она за забором у нас растет. Вот такое цветение после прошлогоднего, не самым, скажем, хорошего для роз лета. Довольно холодное и мокрое было, но тем не менее, цветение вполне достойное. Это канадские сорта. Канадские как раз сорта, сделанные на основе розы лакса, шиповника рыхлого, который американец Хансен привез из нашей Сибири. Вот эти, кстати, вот жутко на своих корнях ползут просто со страшной силой. Сюзанна – один из сортов, который повторяют, но, честно говоря, в своем саду я повтора внятного, еще не видел ни разу. Может быть, один цветок. Любопытный сорт, такие волнистые, довольно крупный цветок, волнистые лепестки. Но канадцы продают свои розы, вот, или они продают, как правило, не знаю, там, французские представители, еще кто-то, корнесобственные. Вот она ползет уже просто, я не знаю, что с ней делать, она расползается во все стороны. Так что с ними надо быть очень аккуратными. Но цветок достойный, невзирая, правда, на то, что она повторно цветущая, фрюлингс-дуст прошлым летом зацвел и зацвел неплохо, Сюзанна практически у меня не цвела. То есть холодное лето для нее оказалось каким-то критическим. Растет замечательно, листья просто красивые, красота невероятная, но цветов я почти не видела. Сюзанна довольно высокий сорт, а хайди тоже канадский сорт, тоже на основе лакса, они как бы близнецы почти однояйцовые, но более низкий, порозовей хайди. Но хайди, по-моему, однократко, если я не путаю совершенно, вот если Сюзанна повторно цветущая, хайди однократко, строго однократко. Совершенно замечательный сорт, хотя и просто чисто беленький, как вам. Очень ароматный, ну просто вот снежный сугробик, такого небольшого размера, очень хорошо мирится с тенью, но если лето будет влажное, то в тени будет тяжело, она не распустится, ну просто от излишней влаги. Какие эти лепестки? Нет, вот они как раз колючие, они как-то вот, они по большей части облетают сами, совершенно самостоятельно, они не висят тряпочками, да. Но там не очень крупный цветок, сам по себе, и совсем как бы шифоновые, такие лепесточки, очень тонкие уругозы, все-таки структура лепестка несколько плотнее, чем у колючей. Но как очень достойная, вот маленькая розочка, хоть она беленькая, но просто очень симпатичная. Еще, скажем так, два произведения уже таких эпизодических полулюбителей, это роза Golden Wings. Роза очень красивая, простой цветок, огромный, такой вот ярко-желтого цвета, он распускается, потом светлеет. В нашем вот саду зимует без укрытия. Но вот в ваших условиях, я думаю, что даже в условиях Подмосковья ее без укрытия, в общем-то, лучше не оставлять. Все-таки небольшое укрытие должно быть. Хотя, чем, допустим, тяжелы вот эти сортовые гибриды на основе колючей, что вот фрюлинги все немецкие, что Golden Wings, это огромные кусты. Это огромные кусты, это стволы, как правило, там 2 сантиметра в диаметре, их тяжело положить. То есть, возможно, может быть проблема того, что они не так распространены, потому что Golden Wings, думаю, что не будет очень успешно зимовать у нас без укрытия, но положить его, это, в общем-то, такая задача нелегкая. Из этой же серии датское тоже творение. Айша, да, частично, она еще более светлая, они чем-то похожи где-то с Golden Wings, но у Golden, наверное, поаккуратнее цветок, и, значит, у Айши, он немножко, некоторые цветы двурядные, и она быстрее бледнеет, то есть, если Golden цвет свой желтый, он чуть дольше держит, то Айша, она вот практически моментальный, и цветок такой, скоротичный, и форма, если вот видите, если ее как бы не резать, то своеобразная, и уложить как вот это, ну, это правда в Зангерхаузене, вот этого монстрика, но хотя я знаю, у нас есть одна барышня-энтузиаст, у нее из таких роз сделан участок на даче общественной, общественной розари, ей не хватает своего родного на участке своего, она вышла на общественную территорию, у нее там, как правило, вот такие вот, и все вот эти Айша, там у нее еще сидят Маези, две Невада, и ее розовая сестричка, но она их укрывает, говорит, нормально, высокое укрытие, так вот насколько могу, говорит, согнуть настолько складываю, и там один слой утрасила, она накидывает, после этого они так прекрасно, в общем-то, себя ведут. Некоторые из роз, скажем так, колючих, могут демонстрировать очень красивую осеннюю окраску, а они на самом деле, даже вот без осенней окраски, сама по себе листва, особенно те, которые колючие, колючие, вот как Данович, там простой, совершенно такой беленький, легкий, желтоватый оттенок цветочек, вкус сам по себе очень красивый, вот она даже отцветает, тонкие красноватые веточки, и листва, как вот, знаете, у папоротника Адиантума, там меленькие листочки, такого ярко-зеленого цвета, который не трогает ничем, и к осени, вот это перелив, от бордового такого, до какого-то медного цвета, очень любопытная история, как правило, вот эти невысокие, Ругоза Данвич, Вильгельм Третий, Ретнелли, они имеют вид, габитусу куста, такой широкий фонтан, с дуговидными побегами, они очень красиво смотрятся сами по себе, если дадите место, приличное где-то, ну метра два, наверное, квадратных, ну полтора хотя бы, это будет очень достойный такой акцент в саду, соответственно, Данвич в полном цвету, а здесь они с Вильгельем Третьим, у меня в паре, они рядышком цветут, очень симпатично смотрятся, а вот эти розы дошли только до нас, это тоже канадская фелекция, это колючая уже вместе с розой фетидой, еще одной видовой, абрикосового цвета, вот зимует пока второй год, цветов еще не видела, надеюсь, что увижу, все-таки в этом году уже, в общем-то зимует нормально, то есть я не заметила никаких проблем, она вновь посаженная, перезимовал, кустик неплохо, ну вот, если разойдется, ну будет, может быть, на нашей улице праздник, единственное, что однократно тоже цветущая роза, пререпис, да, канадская, вот, следующая видовая роза, это роза фетиды, или роза вонючая, они где-то в чем-то похоже, ну, относительно похоже, скажем так, с колючейшей, единственное, что если у колючейшей это абсолютное здоровье, абсолютная неприхотливость, то роза фетида, которая еще, вот видите, вот роза фетида персиана, пришла к нам, соответственно, из Ирана, из очень засох, сухих районов, и для нее наш важный, влажный клим, для нее проблема, как правило, сама эта роза, и многие сорта на ее основе, страдают черной пятнистостью, то есть, для влажного климата, это бич, но взрыв цвета, особенно, если посажена, либо вот фетида персиана, либо роза фетида, простая, весной, вам обеспечен, то есть, такого ярко-желтого цвета, не даст ни одна другая роза, на самом деле, вот роза фетида, это та роза, которая дала нам желтый цвет, практически во всех остальных розах, яркий желтый цвет, желтый и оранжевый, потому что, бледно-желтый, он пришел с китайскими розами, наши современные розы, а вот яркий такой ядреный желтый, это роза фетида, она дала этот цвет нашим современным розам, они все очень красивые, они все очень яркие, совершенно потрясающий, вот этот фетида бикалор, но в отличие от своих желтых подружек, фетида бикалор у нас не зимует, то есть, она уходит, я вот не знаю ни одного случая, где бы она задержалась надолго, то есть, год-два, и без укрытия уходит совсем, а укрытие, это чудо, очень тяжело, на ее основе, кстати, тоже полностью зимостойкий у нас сорт, Harrison Yellow, это опять же взрыв желтого цвета, это американский сорт, получен в начале 19 века, легендарный для штатов роза, назовут они ее желтая роза Техаса, в наших условиях тоже бич, вот черная пятнистость, низ и к осени, она наполовину стоит без листвы, но весной это вот, он просто удар, зрительный, если кого-то, и совершенно такая, беспроблемная, единственное, что без листвы, побеги очень страшно, она выходит из зимы, они абсолютно черные, то есть, она прям черного такого, да, она зимой совершенно спокойно, во всяком случае, в условиях Подмосковья, с ней проблем вообще никаких нет, но вот заключением, черной пятнистостью, еще одна проблема, кое-кого фетиды, и вот фетиды персиана, которая махровая, но я в наших условиях пока не сталкивалась, многие жалуются, что она еще и ржавчину хватает, на раз, но правда ей особо, это не, самим кустам это не мешает, то есть она может, конечно, там соседи зародить, или еще что-то, но сами кусты, они как бы вот, стряхивают по осени, себя, на следующую весну опять цветут, как ни в чем не бывало. В Германии в начале 20 века было получено два сорта на основе этой фетиды, это Вильденфеллс, одним и тем же оригинатором, дешантом, Вильденфеллс гельб, и шлосс зайтлиц, который в Покровском питомнике тоже есть, а значит разница, они очень похожи по окраске цвета, цветка, разница только в том, что у Вильденфеллса цветок более плоский, такой как блюдечко, и тот и другой сорт повторно цветущий, вот в отличие от фетиды, которая основная, Харрисон и все, что было до этого, Персен Йелло, это однократкие, вот эти два сорта повторно цветущие, распускаются светлыми, довольно яркими желтыми, очень быстро бледнеют, значит у шлосса немножко такой чешообразный цветок, размер достаточно крупный, и совершенно разная форма, то есть на самом деле, Вильденфеллс он прямостоячий, может быть где-то до полтора метра два, куст, у шлосса широкий-широкий фонтан, и до трех метров могут побеги быть, ее даже позиционируют как плетистую розу, неукровную, но не знаю, вот в саду у нас она, таким широким-широким фонтаном, они ее отпускают, она там несколько кустов, у них таких кракатится таким осьминогом, занимает там, по-моему, метр четыре квадратных, два куста, вот, кое-кто пытается подвязывать, но не знаю, черная пятнистость, опять же таки проблемы, и как у фетиды, но в целом, я не могу сказать, что они очень красивые, вот зерстлиц может быть поинтереснее, потому что вильденфельдс, он какой-то уж, ну, веник веником, одна радость только что неукровной, вот, это, я думаю, что многим известна роза глаука, может быть, на самом деле, не сильно любимая, не сильно ее, как бы, привечают в садах, потому что для глауки тоже проблема в том, что она в чистой России очень сильно подвержена, но с точки зрения дизайна, какого-то садового, очень любопытное растение, хотя оно и однократно цветущее, но компенсирует своей, как раз, сизой, вот этот сизо-сизо-голубоватый, красноватый листвой, у нас до недавнего времени была только одна единственная видовая роза глаука, я, кстати, видела ее в нашем районе, в одном месте у нас был старый участок, она там исполняла роль плетистой, в совершенно полной тени, она ползла по рабине белой, и она доползла метров до пяти, то есть она вот с пятиметровой высоты свешивались вот эти вот ветки розы глаука, потом, к сожалению, почему-то там, по-моему, участок продали, и рабине срубили, и, видимо, глауку тоже убили, но при этом, ну, там полная тень была, то есть вот полнейшая тень, она забралась по дереву, там до света, она ползла действительно к свету, и вот с пятиметровой высоты свешивалась, зрелище было совершенно феерическое. Сейчас начали появляться сорта на основе глауки, два сорта канадских, карминеты, кстати, тоже на одной из станций, в Атаве тоже станция в начале века была, Изабелла Престон, и кто сиренями интересуется, вывела эту сорт, карминета, она чуть пониже, глаука вообще здоровая роза, метра три, наверное, высотой как минимум, ну, может быть, два там, если уж очень постараться, вот все сорта на ее основе, они позиционируются как чуть более компактные, но чуть более компактные, это, ну, максимум, там, 50 сантиметров в метр, карминета с белыми цветочками Луис Ирьель, и датская роза нова, она такая светло-светло-розовая совсем, карминета Ирьель, еще интересная тема, может быть, у Ирьеля просто простецкий совершенно цветочек такой, беленький, но у него очень яркие красные побеги, и темная такая, сизая листва, она в глубизну даже уходит, то есть он интересен вот именно своими побегами и листвой. Вот, еще одно, кстати, совершенно нераспространенное у нас роза, роза Маялис, форма ее плена, которая зимует совершенно без проблем в наших условиях, абсолютно, очень интересный, красивый цветочек, очень такой симпатичный, но вот не знаю почему, то есть это вот абсолютно неприхотливое существо, единственное, что, конечно, если, как и ко всему, если не применять ее в руку, если ее там не обрезать чуть-чуть, то она будет, конечно, страшненькая, голенастенькая, во все стороны растущая, но, в общем-то, я думаю, что если приложить совсем немного усилий, то из нее можно получить достойное садовое растение, очень достойное, скажем так. Кстати, есть ругоза, почему-то у меня не попала, она в мой этот самый последний из ругоз, французский сувенир Детрелас, там можно будет потом на букете посмотреть. Возможно, что там тоже Майалес поучаствовал, потому что там очень интересный цветок, вот как вот тоже пион, лепестки, она красная, серединка такая вот пушистая, с тычинками желтыми. На основе же этой розы, найденная роза, роза Торнедаль, на основе майской, тоже это скандинавская роза, соответственно. Огромные, правда, кусты, Майалес и Торнедалет могут, по-моему, ползти, они так основательному. Ну, как, скажем так, совершенно неуходное растение для каких-то таких мест. Почему нет? Цвет весной, она даст свой. Нет, неукровные, все, все, что на основе Майалеса, это неукровные розы. И плена, у плены очень любопытный цветок, так что, если где-то попадется, кстати, у вас в Питере она в 5+, бывает достаточно часто. А в Покровском есть, по-моему, есть, фейкундисима, она идет там, она не идет, да, не роза Майалес, плена, а в Покровском в прайсе она идет фейкундисима, это еще одно ее название. И доктора Меркелай, по-моему, у вас есть, нет, или Тернедаль, Тернедаль есть там. Ну вот, мы доползли до старинных роз, которые, некоторые из которых тоже можно растить в наших условиях без укрытия. В принципе, из старинных роз, по моим наблюдениям, самые стойкие в наших условиях оказались розы Галика или Гальская роза. Ее отличает от того, что она, все сорта ее достаточно компактны. Это не очень высокая роза. И если, в принципе, вот за два сорта я, скажем так, голову даю на отсечение, что они будут зимовать в наших условиях, они могут подмерзать, но они будут зимовать и будут цвести. Это вот Роза Галика официналис, такая полумахровая, ярко-розовая роза. И, вернее, за три, даю голову на отсечение. И ее полосатая версия Роза Галика вертикалор или Роза Мунди. Но многие сорта просто не пробовали укрывать, но, зная, что достаточно крепкие вот из Галики все сорта с таким простым или полупростым цветком можно пробовать зимовать без укрытия. А их довольно много. Там есть и Ален Бланшар, и Виала Цея. В принципе, они все, думаю, что, может быть, если очень суровый год будет, может быть, она пропустит цветение, хотя вот Роза Мунди у меня не пропускала еще ни одного года. Хотя она выходит с некоторым скрипом зимы, и я вижу, что побеги у нее подмерзают. Иногда она, если зима такая тяжелая, то она немножко тормозит, но она все равно начинает, разгоняется, и потом она зацветает. По Розе Мунди проблема только в том, что осень может быть тоже окрашена вот мучистой росой, то есть неприятностью такой. Как правило, они все формируют декоративные плоды, и такие вот охотно формируют плоды. Это тоже, в общем-то, весьма зрелищно по осени и зимой. Вот она как раз цвету вот здесь вот у меня в палисаднике. Может быть, если вы тоже не уверены за микроклимат своего участка, стоит немножко ее посадить в такое защищенное место, и туда, допустим, если где-то вы живете, там чистите снег, чтобы скидывать снег на нее, чтобы тогда быть совсем уверенным. Это розово-лаамская, в Покровском питомнике она тоже есть. Это научное ее название Галлика сплэндонс. По словам еще нет. Да. Роза, на самом деле, она начинает одной из самых первых из вообще из всех роз, которых неукрывных, которые цветут. Может быть, она достаточно крупный, куст может быть, два метра и даже повыше. Цветок некрупный, но он просто сигнального цвета какой-то, ярко-ярко-розовый. И после цветочка совершенно потрясающе ярко-оранжевые плодики возревают, которые сами по себе тоже очень красивые. И вот она абсолютно спокойно тоже зимует в наших условиях без каких-либо плясок и вообще бубнов. Она красотка. Единственное, что она начинает рано и цветет не очень долго. Если роза, мунди и галлика официально цветут долго, они чуть ли не до месяца могут свести, то это две недели вот строго там плюс-минус, если жарче, чуть поменьше может свести. Ваши соседи, финны, была там совершенно потрясающая женщина-бридер Пирьё Раутио. К сожалению, в прошлом летом умерла. У нее очень много неукровенных роз. Она очень, она занималась селекцией, у нее много потрясающих руковод на самом деле, которые не дошли даже в Финляндии, по-моему, особо не распространены, за исключением Савил, я не помню ее или нее. Вот, но у нее совершенно потрясающие были галики. Вот они в точечку там, в трешочек вообще немыслимых каких-то совершенно раскрасок. Не знаю, что будет с ее коллекцией теперь, докатится ли она когда-нибудь сюда. Очень обидно, конечно, что вот как-то ее труд не был, скажем так, признан ни на родине, и соседи ближайшие, северные, не оценили. Только я знаю, что часть ее сортов в Германии хранится. Они интересны тем, что это очень компактные. То есть галики, даже если официанали с иммунди где-то, ну, полтора метра может взять, метр двадцать, полтора, то вот эти галики перьерауте, они где-то до метра. То есть они совсем невысокие, такие крохотушки. И есть совершенно потрясающий у нее этот сорт мервей, чудо, перевод с французского. Это темный такой бархат, такой совершенно велюровый бархат, очень крупный цветок, однократкий. К сожалению, все галики однократкие, но они того стоят. То есть это точно так же, как и колючащие, когда цветет галика, листва не видно, то есть это одни цветы. И, в общем-то, ради этого, я думаю, что... И галика точно, ну, вот за некоторым исключением, когда мощистая роса, вот как роза мунди, болеет, то есть это очень здоровые розы. Из старинных роз галики одни из самых здоровых роз. Роза цинсифолия, которая сама вот относительно, скажем, там невозможно вычленить видовую розу, ну, скажем так, все они продукт той или иной гибридизации на протяжении веков, но вот простая роза цинсифолия, она в наших условиях зимует без... во всяком случае, в условиях подмосковья зимует совершенно спокойно, без укрытия. Единственное, что в суровую зиму, если она была очень суровая зима, может пропустить цветение, как однократки все, не наберет суммы положительных температур, нужных для формирования цветочных почек и может там год пропустить. Это уже гибриды на основе Росальба. Два сорта, которые зимуют в наших условиях тоже совершенно без проблем, это Мэйденс Блаш. Это не гордко, да? Это не галик, это альба, роза белая. Это старинная роза, роза белая, роза альба. Как ее зовут? Два сорта, которые в наших условиях не два, три там, но три под вопросом. Третий. Вот это абсолютно зимостойкий Мэйденс Блаш и второй Минет. Минет, кстати, у вас от Петербурга очень сильно распространено на старых дачных участках. Он отличается тем, что более такой расхристанный цветочек, более, может быть, они просто не обращали когда внимания, я думаю, что видели, наверное, где-нибудь эти розы. Ну, такой немножко полудиковатый у нее вид. И Мадам Плантье. В нашем ботсаду она, она нечистая, кстати, альба, там есть на лазетовой крови, как считается, но на дивление достаточно зимостойкая роза. В нашем ботсаду она зимует без укрытия, однократко тоже. про вот вас не знаю, не слышала. В более теплом климате может быть 4 метра и выше. Без укрытия у нас, по-моему, выше полутора метров в ботсаду она не подымается. Тоже полтора, да? Вот, но в принципе то, что она зимует, скажем, под Москвой без укрытия, в ваших условиях с небольшим укрытием, я думаю, что вполне достойна, как она цветла в это лето. Прекрасно. Даже несмотря на то, что многие однократки вообще поставали, к ней никаких претензий. Да, то есть красивая роза, на самом деле, очень симпатичная, красивая, практически, там, очень мало колючек, не сильно шипастая, очень достойная, аккуратная и очень красивая форма цветок, розовые бутоны, но даже невзирая на то, что это однократка, это все равно шедевр. Дорс держит прекрасно. Это роза рубгеноза или роза ржавчина, видовая роза. Вот тут Елизавета первая, английская королева, она у нее была на гербе, это был ее цветок. Отличить, цветочек совершенно простой, на самом деле, очень часто ее в тяжелых условиях использовали как подвой, видовая роза из себя, как бы, ну, как видовая, как конина, она очень близкий родственник конины, колючая. Единственное, скажем так, достоинство, но это очень отличительное ее достоинство, у нее душистая листва, причем сильно душистая листва. Листва пахнет яблочком. Поэтому хитрые англичане, они устраивали, потом я просто покажу, как они работали в качестве дизайна с робогенозой, но в конце 19 века был такой чудак, бывший судейский, лорд Пензенс, он занимался селекцией этой розы робогенозы и вывел там порядка, по-моему, 14 сортов, два сорта носят названия, он себе посвятил лорд Пензенс и его жена леди Пензенс, остальные все названы по героям книг Вальтера Скотта. Если кто любит собирать коллекции, есть шанс собрать всех Вальтер Скоттовских героев. У Пензенса очень пахучие листва, ну просто очень, если влажный какой-то, вот рано утром или прошел дождик или еще что-то, запах листвы чувствуется на расстоянии метров четырех, то есть вот подул ветер и понесся вот этот шлейф. Очень приятное такое вот яблоко, даже не знаю, с какой-то, она, ну очень приятный аромат. С точки зрения декоративности самих роз, вот то, что касается лорда Пензенса или леди Пензенса, нельзя сказать, особенно лорд у него там малюсенькие цветочки, это где-то максимум там полтора-два сантиметра, здоровый, зимует без укрытия. Бутонов море, то есть подходишь вот весной, бутонов море, я по-первых, пока он у меня роз, думаю, о, у лорда. Сейчас как, жахнет, думает у меня оранжевым цветочком. Нет, он как истинный джентльмен, он их распускает по одному, в ярких нарядах не ходит, то есть там на куст три, четыре, там десятка цветочков, и он так вот, так медленно, неспешно распускается. что бы я с ним не делала, чем бы я его не кормила, все равно вот весной подходишь, все, вот живого места нет, одни бутоны. Ну, распускает очень дозированно, правда, долго цветет, но за то, что он такой ароматный, душистый, я ему это прощаю, он у меня растет зеленая масса, укрытия не требует, пахнет вкусно и без цветов весь год, все лето. У леди цветки покрупнее и поярче, они посимпатичнее, то есть если у лорда они совсем маленькие, то у леди где-то с сантиметров до шести, она более яркая. Единственное, что они выгорают, но тоже такая же скупая на цветение, то есть он не распускается целиком. В отличие от, вот, допустим, вот Мэк Меррилес, это тоже его сорт, тоже душистый, он как раз вот ближе уже к видовым, и там довольно много цветов. И старинная рубогеноза Мэннингс Блаш, видите, цветов тоже довольно много. Единственная проблема со всеми гибридами рубогеноза, они огромные. Они просто очень большие. То есть если они там не при... 3 метра это минимум. Даже вот в наших условиях лорда я сейчас, вот он посажен меня в таком месте, где я просто не могу ему предоставить столько, столько, столько места. Я его режу нещадно, но все равно он свои, как-то это почти 2 метра он берет, а к осени еще более длинные побеги укидывает. Вот как англичане решали эту проблему. Я не знаю, видно или нет, у стены стоит скамеечка. Вот здесь 2 плетня как раз из рубогенозы. То есть они просто... Вот сейчас я там второй с ним покажу. Он вот на плетении, эта рубогеноза вот заплетена. Видны вот ее плодики такие симпатичные. Она, кстати, плоды вяжет очень хорошо. Это такой вариант ароматерапии. Сидишь на скамеечке и вдыхаешь аромат. Они советовали в своих старых книжках рубогенозы сажать его в простенках между окон. То есть окно, окно у дома, и по центру, значит, рубогеноза, кустка, все лето там окошко открыл, вдыхаешь аромат. Так что, если кто-то любитель запахов, рекомендую. Опять же, кордос. Они очень в своей, скажем так, селекционной программе любили использовать видовые розы. И у них есть несколько роз, но на основе рубогеноза. Стойкие розы, красивые. К сожалению, нельзя назвать их неукровными, но розы очень достойные. Легкое укрытие. Для них в основном там все три сорта. Это были сорта Реймера Кордоса. Один всем известный Фламентанс. По-моему, неубиваемый хотя бы под легким укрытием. Это Вильгельм II Кордос. Его отец. Запаха, правда, листвы, хотя они гибриды рубогеноза, но, видимо, уже чайные крови там довольно сильные. Практически не ощущается. Немного, я знаю, Фламентанс немного пахнет. И совершенно шедевральный ошармитвах. Вот. К сожалению, они все однократки тоже. Поскольку на рубогенозе однократка. Но сорта, невзирая на то, что они однократки, это очень достойные сорта и очень любимые. Вот, пожалуй, на сегодня у меня все. Если есть вопросы, готова ответить. особенности агротехники, я по всем говорил, кого как обрезать, кого сажать. этот розы, то, что заплатка, то ничего не надо, какая-то зимизимая подгонить, чтобы... Нет, на самом деле эти розы неприхотливые. От слова неприхотливые совсем. То есть, вы можете, на самом деле, посадить и забыть навсегда. Они все равно худо ли, бедно там, они будут свистеть. Но если вы хотя бы минимум заботы к ним проявите, то это будет фейерверк. Так что, а так у них еще те же самые требования, как у всех, ростом. Весной азот, в середине лета фосфор, подосень калий, подкормки, пожалуйста, хотите кормить, хотите не кормить, хотите обрезайте, хотите не обрезайте. То есть, все в ваших руках, что вы хотите. Допустим, ругозы можно короткой резать, все, что однократное, лучше короткой не резать. Если вы не хотите лишиться цветения, то есть максимум на треть, допустим. Но любая, скажем так, обрезка, во-первых, она продлевает жизнь растению, потому что она как бы лишает ее, ну, она до некоторой степени служит как омоложение. Допустим, если роза по осени, вот те же самые старушки, болит мучистой росой, то если вы просто снимете ближе к осени вот эти верхние эти макушки, молодые побеги, которые наиболее поражены, скажем, этим заболеванием, то есть часть вот этих вредоносных споров вы с растения уберете по-любому. Вот, если вы хотите, чтобы они выглядели более аккуратно, более, скажем так, симпатичным, значит, режете. Если руки не доходят, не режете. Вот такие вот, говорят. Да, 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 абсолютно. А, кстати, западные товарищи, они точно так же вот и делят все эти розы, которые неоднократного цветения или там неукровные, они их четко делят, там, значит, те, которые требуют минимум заботы, и те, которые требуют максимум заботы. И по сортам они вот эти все схемки выкладывают. То есть, вот, как хочешь, хочешь много возиться, значит, вот для тебя вот такие розы. Если ты там энтузиаст, ты готов работать в саду от зари до зари. Не готов работать, значит, бери вот эти розы сажай. Вот. Ну, основная масса из этих сортов, в принципе, какие-то нюансы я отмечала, кто любит, кто не любит, как правило, это малоуходные сорта, не сильно, скажем так, требующие какой-то заботы. Еще можно сорт розы, который можно пустить по опоре, не нужно снимать, который мне укрытная, и очень хорошо цветут. Это как коммунизм в отдельно взятой стране. Возможно, так и тут. Финны рекламировали довольно долго, значит, позиционировалась как такая неукрывная плетистая, это Поль Старьярн, которая называется. Но она все равно в наших условиях не полностью, она обмерзает на опоре. Она даже у финнов, скажем так, они пишут, что это для Южной Финляндии, более там, то, что по побережью, по югу, если вглубь страны, где климат посуровее, что она там обмерзает. Есть на самом деле высокие конины, но пока, честно говоря, не испытывала. Есть в Покровском питомнике такая, не конина, а розыргоза. Розыргоза Бергер-Эрсфольк. До трех метров ее дают высоту, то есть, в принципе, ее можно использовать как, скажем так, невысокую плетистую. Есть действительно высокие, вот, точно так же, роза сизая. Три метра дастся легко. Можно ее позиционировать как тоже, как плетистую. То есть, вы можете ее прослонить, там, держать в том размере, как вы хотите, в том габитосе, там, встроенной, худой, запустить ее на опору. Пусть она там везет и исполняет роль такой плетистой розы. Значит, есть совершенно потрясающая конина кизы. Она тоже однократка, здоровый, высокий куст. У нас, вот, в саду зимует совершенно без проблем. В отличие от обычной конины, у которой цветок, ну, бледно-розовенький, у конины кизы, у нее такой ядрено-розовый цветок. То есть, когда она в цвету, зрячь совершенно потрясающая. Единственное, что, как однократки, тоже довольно. Можно использовать, попытаться использовать как плетистую, посмотреть, как поведет вашим шлоз зеслиц. Вот этот вот. Она тоже до 3 метров, в принципе, она вырастает. Насколько хорошо она будет без укрытия цвести, насколько обидно, надо смотреть. Тут условия участка, каждого, у всех индивидуальные условия участка. Если вы найдете ей теплый, такой приятный, хороший уголок, ей там все понравится, и все будет замечательно, и она будет хорошо зимовать и вызревать побеги, то почему нет? Пробовать надо, потому что, на самом деле, у нас, ну, я не знаю, вот почему-то тема неукровенных роз, вот совсем, вот я говорю, ландшафтные дизайнеры, для которых сам Бог велел использовать эти розы, когда ты вот посадил и забыл, не используется вообще, то есть у них как бы нет неукровенных роз, и все. А как ландшафтное растение, это просто чудо растение, на самом деле, оно неприхотливое, не требует слишком заботы, но непопулярно почему-то это у нас тема. Что-то считается, как у меня муж говорит, а разве это роза? Я говорю, это роза. А разве это роза? Ландшафтники не используют в основном, потому что для заказчика роза это вот чайный рябинь. Давайте всех просвещать, что розы бывают разные. Знаете, как Жванецкий его спросили, однажды, да, да. Это у меня введение гибрид этим, ругос-риксты, вот надо привезти и показать, что это такое. Да. Нет, я просто всегда вспоминаю, как вот Жванецкого однажды спросили, говорит, какие вам, говорит, женщины нравятся, блондинки, говорит, или брюнетки. Он сказал, я в этом вопросе, хочу быть гораздо шире. Вот с розами я тоже хочу быть гораздо шире. Зачем один чайный гибридный? Можно же все попробовать. Они же бывают совершенно удивительные, эти розы. То есть это и размер цветка может быть, это вот по пол ногточка может быть, такие вот есть сорта прям вообще при этом. Те, которые ценятся за плоды, которые как каштаны крупные. Ну, есть они настолько разнообразные, я не думаю, что какой-либо еще вид растения способен предоставить такое разнообразие, как роза. Вот реально просто. Поскольку роза, она уже там две с лишним лет с человеком живет и она селекции подвергалась столь часто и столь много, что там вариантов на любой вкус можно найти. Скажите, для закрепления склонов все подходят? То есть у них все мощные, да? То есть у них крутой очень склон и посадить в качестве закрепляющей. Лучше брать какие-то мощные, сильноростные какие-то виды или сорта, допустим, если вы хотите. Есть конина, которая, она, по-моему, конина каннабифолия, она прям вот ползет, у нее сами не держатся эти самые побеги настолько гибкие, что она просто ползет. Нет, у конины, у любой конины очень длинный, у рубегеноза длинный корень такой вот. Насколько они, я не знаю, работают как закрепители, там же, не знаю, в каких условиях, у моих, допустим, на моей глине, у меня, как правило, я не получаю разветвленной корневой системы. То есть это может быть один стержневой корень, который уходит глубоко. Можно попробовать банальную, совершенно, мультифлору, которую одно время использовали как подвой, она будет ползти, корень ее глубокий, широкий, она будет, естественно, там, если стелиться будет, там, худо-бедно будет обмерзать и цвести не будет, но она не умрет, вот видовая мультифлора. Вот, но это и спрут такой, который переплетается, создаст такой полный ковер, если ее пустить. Но нужна ли она такая, я не знаю. Надо все закрепить, и уже декоративность на втором месте. Ну, может быть, просто не на розах, а посмотреть, что другое, так вот, с походу. Понятно, что есть другие, да, просто как вариант. Ну, вот мультифлора, я знаю, что она в Америке, она просто стала, там, у них бичом страшным, и она склоны, и всякие песчаные, такие вещи заполняет. На песках, кстати, очень хорошо рогоза растет, вот, прибалтика вся, она тоже как мусорное растение, у них там считается, Скандинавия прибалтика, вот, просто как агрессор, такой сорняковый. На дюнах растет, очень успешно, так вполне, так что можно пробовать, смотреть. Можете назвать тройку любимых роботов? Ргост, тройку любимых, да, ну, во-первых, риталсмы, это просто без вариантов, файл Тедрик, который, да, слышали. Кто третий? Все. Третий. Третий. Нет, трилас, вот я, кстати, хотела, я почему-то его пропустила, я не знаю, сейчас я попробую, если я вернусь, покажу его цветок, он у меня в букете был. Там совершенно специфический цветок, в букете смотрится отдельный цветок, сувенир до трилас, трилас, это новый, так, не знаю, как я выйти из этой ситуации, да, самое начало. Цветок смотрится потрясающе, но цветок, вот на кусте я пока, куст я не воспринимаю, как красиво. Да, вот, все, сейчас, а, может, вот так вот, не пойдет? Вот, вот если, вот этот вот последний сорт, вот наверху вот эти, видите, вот эти вот, вот, вот эти, он очень необычный, да, да, вот просто вот совершенно, там, да, абсолютно тоже зимоостойкий, совершенно новый сорт, пришел год отчитан, да, сувенир до трилас, сувенир до трилас, ругоза, да, 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 сувенир до трилас, проблем, но на кусте я его не вижу, то есть он иной раз, на самом деле, чем проще цветок, тем лучше выглядит сам куст. Куст такой промедальный, и у него не очень много повыков. Нет, вот сам цветок, понимаешь, вот, вот не декоративно, для меня он на кусте смотрится не декоративно, в букете потрясающе, вот я срезала, вот просто красота необыкновенная, а когда вот эти вот, тляксы висят на кусте, ну, как-то, вот не понимаю. Спасибо вам.